Сергей Гуманитарьев, поскольку по первому образованию я востоковец-филолог. Закончил Ленинградский, Санкт-Петербургский и Чезарский университет у Сергея Николаевича Иванова. Специально тюркский язык и литература. В Нельце, когда я поступал в университет, я полагал, что буду заниматься именно изучением юги. Основной мотив экономик, поступающий на восточный факультет, что-нибудь там связано с востоком, в этом направлении. Но сложилось так, что моя специальность оказалась тюрколог, причем я совершенно нисколько не жалею, поскольку когда мне потом предоставилась возможность поступить в аспирантуру в биологическую факультет, в принципе, я понял, что аспирантура это гуманитарная форма деятельности, поскольку два основных экзамена там, философия и язык, это как раз гуманитарная вещь, мне очень здорово помогли. Таким образом, удалось, я должен был бы рассказать, наверное, сегодня о вообще физиологических аспектах юги, но для этого объем полтора часа практически не уложит, поскольку читаемый мной курс, как раз в этом направлении, на эту тему, он где-то занимает порядка 30 часов, только 8 занятий по дополнительному профессиональному образованию. Поэтому я решил, что я расскажу вам только о своих работах, тем более, что они мне ближе всего, и остальные вещи можно будет уже обсудить в ходе ответов на ваши вопросы. А так я подготовил вам сегодня рассказ о моем участии в раскрытии этой темы, а именно то, что каждая восточная практика обычно связана, да и не только восточная, с теми или иными телесными проявлениями, и то, что в гуманитарии зачастую ни о чем, ну так, говорит, но в меньшей степени, там, лег, вспотел, там, или он затрясся при некоторых, например, стадиях проноямы, то для физиолога это как раз и есть то самое интересное, чем можно не только заниматься, но и в значительной степени расширить наше представление о тех целях и задачах, которые решались этими техниками. Поэтому первая книжка, которая полностью меня переориентировала с востоковениями на физиологию, была книга «Физиологические аспекты йоги». Вот это олиминальное ее издание, в 82-м году в Левсовском университете она вышла, в ГДР еще, автор Элли Дитри Хэбберт, доктор медицины, и в 92-м году вышла первое издание в моем переводе. Собственно, я по этой книге изучал физиологию. Благодаря тому, что для перевода мне приходилось разбираться в каждом понятии, а там практически все разделы физиологии были так или иначе представлены, то йога здесь выступила именно как, в первую очередь, явление физиологическое. Там были поставлены задачи, самосовершенствование, как обычно обозначают, соединение с абсолютом. За всеми этими зачастую не стоят конкретные проявления, которые мы можем оценить, опираясь только на естественно-научный направление. Поэтому, когда я эту книжку принес своему будущему научному руководителю, академику Александру Даниловичу Ноздрачеву, заведующему кафедрой общей физиологии в Санкт-Петербургском уже университете, он с готовностью ответил, что готов даже написать предисловие этой книги. Собственно, с его предисловием книга и вышла. После этого, как та книга вышла, от него же поступило предложение поступить к нему аспирантуру. Как выяснилось, первая публикация по означенной теме у меня уже была. Оказывается, перевод этой книги был, собственно, первой публикацией. В 96-м, в 98-м году диссертация была защищена. Я сейчас кратко изложу ее основные результаты. Название, естественно, не должно было включать в себя никакого упоминания люди, поскольку это была работа по физиологии, а не по йоге. Особенности внутрисердечного и внутриорганного кровотока при избранных позах человека, по данным докторографии. Под избранными позами человека, естественно, имелись в виду упражнения йоги, асаны, стойка на голоме или свершасана, сарвандасана, ну и еще там дальше халасана и сузанаса. Вот четыре позы, в которых я, как практикующий человек, знал, что надо смотреть, ну и получив такую замечательную возможность неинвазивного, то есть без проникновения внутрь тела, способа оценки кровотока. В нашей, например, шеверонной позе интереснее всего посмотреть внутрисердечный кровоток. Можно было бы еще внутримозговой кровоток посмотреть, но для этого нужны были другие методы транскринянной михальщики, которых у нас не было. Но вот то, что удалось выявить. Когда человек переворачивается вниз головой, у него, естественно, ведро с кровью переворачивается вниз. И вся надзорка устремляется вниз. И, соответственно, предмогущество на сердце, то есть приток крови по полным венам, резко возрастает. Несмотря на то, что различия гидростатические, то есть расположение органов по отношению к сердцу, стойки на голове и стойки на лопатках были одинаковыми, различия во внутрисердечном кровотоке были очень наглядные. А именно, если мы берем сердце, оно состоит из двух половинок правого сердца и левого сердца. В правое сердце у нас протекает генозная кровь, которая потом, пройдя через легкие и малый круг кровообращения, возвращается к левому сердцу. Здесь клапан и здесь клапан. В правом сердце этот клапан называется атрио-вентрикулярный, то есть предсердно-желудочковый, а вот этот клапан нейтральный, потому что этот тоже в пределе предсердно-желудочковый, но название вроде бы уже зарезервировано. Так вот, в нейтральном клапане можно оценить с помощью докнотографии как объемные, так и линейные показатели кровотока. То есть можем оценить, сколько крови проходит в единицу времени. И известные характеристики, которые применяются для оценки работы сердца, они изображены вот на этой схеме, тогда левый желудочек наполняется кровью, то вначале он наполняется за счет того, что он просто раздвигается. Это так называемая фаза быстрого наполнения. Скорость ее обычно обучается пиком е. После этого сокращается правое и левое предсердие, и оно загоняет туда еще кровь. Вот этот клапан А. Это стандартные характеристики диастолической функции сердца, которые отображают как раз возможности сердца по перекачке крови и первым признаком того, что с сердцем что-то не так, в чем и состояло клиническое значение, это кардиография. Это если вот эти два пика меняются местами. То есть когда пик А оказывается выше, чем пик Е. Это означает, что сердце вынуждено компенсировать возможности наполнения левого желудочка за счет сокращения левого предсердия. То есть приходится закачивать туда кровь. В основном это связано либо с расширением сердца, которое расширяется не только наружу, но и внутрь полосное расширение, уменьшается его объем пассивного растяжения, и, соответственно, приходится кровь закачивать туда. Вот этот признак, он получил название диастолической дисфункции сердца, и по нему как раз можно было судить о том, что с сердцем что-то не так. Это был первый ранний признак того, что мы имеем сердечную недостаточность. Собственно, поэтому этой работой заинтересовались кардиологи и предоставили мне возможность работать на, ну, тогда достаточно редком физиологии. В приборе ультразвуковое до пирографирования практически не применялось. Это было одним из доводов, почему диссертация прошла достаточно успешно, потому что сами физиологи были немножко удивлены, что, оказывается, можно в физиологии использовать такую клиническую аппаратуру, достаточно редкую для их возможностей. Так вот, здесь как раз видно, что в стойке на голове выжидается стандартная картина, а в стойке на лопатках начинает приподниматься в пик А и опускаться в пик Е. Казалось бы, это ведет в сторону диастолической дисфункции, но в исходном состоянии, естественно, все наши испытуемые были здоровы. Работа у меня была физиологическая, а не клиническая. И поэтому то, что мы в Саравангасане практически получаем ту же самую ситуацию, что и при диастолической дисфункции, давало весьма существенную практическую значимость. Оказывается, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, причем самого широкого экспектра, то есть начинающуюся сердечную недостаточность, нужно было всего-навсего регулярно принимать козу, называемую в йоге Сарвангасана, и это позволяло тренировать сердце на то, чтобы в последующем, когда эта сердечная недостаточность начинает нарастать, у сердца была бы возможность для значительного расширения его адаптационного потенциала. следующее асана поза плуга. Также благодаря уже субъективной практике, конечно же, мы знали, что искать, и смотрели печень. Входы-выходы, приток-отток. Нормальный кровоток печени выглядит следующим образом. Дело в том, что сердце у нас расположено весьма близко от печени, поэтому выход из печени, печеночной вены, и два входа в печень, это портальная вена и печеночная артерия. Они обеспечивают венозный возврат, значительную часть венозного возврата, то есть возврата к сердцу. Но сердце ведет себя не так, как обычно пишут просто в учебниках, даже если вы заочтете, у нее в более подробном изложении правое сердце работает, оказывается, в обе стороны. Поскольку здесь нет никакого клапана, то при сокращении правого предсердия кровь обратно забрасывается не только в правый внушек, но и обратно. Это так называемый венный пульс. Причем запрос крови настолько мощный, что кровь забегает до печени и, кстати, потом и до почек. То есть на основных гематозных органах. Поэтому кровоток там нормальный, пульсирующий. То есть кровь в печеночной вене вот так двигается. Вперед-назад, вперед-назад. Что на доперограмме отображается такой вот разного рода синусоидный, индивидуальный для каждого испытуемого. Но как только человек принимает ходу плуга, то есть закидывает ноги за лбу, и обжимает эту печень. Это единственное предположение о механическом действии ее. Как кровоток в печи, в печеночной вене становится одноправленным. То есть он не сдвигается никуда, нет заброса. Здесь тоже интересное пересечение с патологией. Потому что если в печени наблюдается какая-то патология, отражена в литературе, то в исходном состоянии отсутствуют какие-либо пульсирующие характеристики у кровотока в печеночной вене. То есть мы тоже наблюдаем вот такой вот однонаправленный поток крови. И у нас была такая испытуемая одна, у которой в анализе был перенесен гепатит. Но как только она вышла из халасаны и сама она субъективно говорила, что ей очень нравится выполнение гепозы, у нее произошло восстановление пульсирующего кровотока в печеночной вене, что попало даже в один из результатов дисциплинационных как такой вот случайно зарегистрированный терапевтический результат. Мы сами, я сам не ожидал, что так получится. Меня за него очень сильно потом ругали на защите. В физиологической работе нельзя задрагивать эти критические темы, я прекрасно понимал. Но мне сказать об этом не слово тоже было неправильно, потому что в исходных задачах мы не ставили этой критической цели, а тут они неожиданно выяснились. Потом, кстати, я объяснил, что при длительном выполнении халасового людей, у которых действительно есть те или иные проблемы с печеночными ферментами и печень находится в той или иной стадии патологического процесса или восстановления после той или иной патологии, регулярное выполнение халасового зачастую давало такие эффекты, которые еще врут своих исследователей. Только для этого естественно нужны более широкомасштабные исследования и значительное расширение возможностей применения йоги как терапии. Что непосредственно вытекает из фокуса интересов моих, именно изучение физиологических механизмов, которые вполне могут давать в качестве эффекта те или иные результаты восстановления вооруженного гомеостаза. Если взять универсальное обозначение болезни как отклонение от гомеостаза, то с помощью вот таких нехитрых вроде бы практически физиотерапевтических процедур можно, оказывается, очень многое в организме исправлять. Что, видимо, и было подмечено еще с древности. И йогу, несмотря на то, что ей всегда приписывали, конечно же, духовные цели, но всегда оценивали и даже в классических текстах по йоге постоянно оговаривается, что там происходит излечение самых таких страшных заболеваний от выполнения тех или иных упражнений, продления жизни неограниченной и прочее. Вот аналогичные изменения, только не так ярко выраженные, я их не буду не стал переводить, наблюдались и при выполнении позы кобры или куджан-касаны. Только там фокусом действия была в грибочке, внутри почечный кровоток. Диссертация была в керке защищена и дальше я, к сожалению, утратил контакт из-за вот этих событий 90-х годов, возможность работать на докторском аппарате, хотя там было еще много интересных приложений и пришлось от феноменологии кровотока, кровообращения, хотя только начало, конечно, того, что мы исследовали, перешли к нервной гормональным эффектам. Та же самая позы кобры. но она дает не только изменения в кровотоке, но и оказалось весьма существенное изменение в регуляторах гормональных, что тоже оказалось весьма интересным результатом. Вот если организм человека с точки зрения биохимии и биохимических процессов взять и поделить на первые половинки, то там будет с одной стороны процессы распада, они называются метаболические, и процессы синтеза анаболические, метаболизм, анаболизм, что в общем составляет метаболизм в общем смысле. Они регулируются своими гормонами в том числе. Если ограничиться только группой гормонов, называемых стероидами, они кстати наиболее обладают ярко выраженным влиянием на геном, поскольку рецепторы к этим гормонам расположены прямо на ядре, поскольку мембраны клетки проницаем для стероидных гормонов в силу того, что они как раз являются такими совершенно жироподобными гормонами. Так вот, картизол или известный гормон стресса, он является катаболическим гормоном. Он переводит ваш организм в режим разрушения белка, и из этого белка извлекается глюкоза для работы мозга. В состоянии стресса у нас идет большой выброс кортизола, что было найдено как раз автором теории стресса Ганса Селье, для того, чтобы обеспечить выживание организма в неблагоприятных условиях окружающей среды, в той или иной. Его антагонистом в этом плане выступают те или иные половые гормоны, например, тестостерон, мужской половой гормон. Поскольку наша жизнь в основном состоит из стрессов, то есть перехода из одного стресса в другой, то, естественно, преобладает катаболическое влияние, то есть кортизол начинает нарастать, ну а тестостерон, как главный представитель половых гормонов, потому что женские половые гормоны являются производами тестостерона, эстроген, поэтому мы можем оценивать общий уровень половых гормонов и у мужчин и у женщин только по тестостерону. Более, что женские половые гормоны вследствие менструального цикла очень сложно оценивать интегрально, чтобы было четко отражая текущую ситуацию, поэтому мы оценивали тестостерон. Так вот, жизнь, конечно, это в основном ведет в снижение тестостерона и половых гормонов. Ну, в пределе это женский климакс, ну, отчасти мужской, если мы можем использовать это понятие. в результате выполнения вот этой позы, которая вроде бы из себя ничего такого не представляет, хотя, конечно, там есть свои интересные тонкости в исполнении, так и у каждой асвены. Именно для этого необходимо, чтобы йогу изучал именно человек, который сам находится в этой практике, так вот мне и предоставляется возможность. Например, Дитри Хэбберт, он был именно таким интересующимся человеком. Несмотря на то, что его обзорная монография была весьма полна, фактически являлась полной на тот момент, на 80-е годы 20-го века отражением всех исследований по физиологическим аспектам йоги, сам он гей практически не занимался, поэтому очень многие вещи там отображены не в интересах практики, а просто вот такие общие соображения относительно того, чтобы там могло быть. Так вот, если правильно выполняли эту позу, то получается, что кортизол снижается наоборот, а тестостерон растет. То есть изменения получаются противоположные. Противоположные тем, которые дают нам жизнь в широком смысле. А фактически мы получаем изменения противоположные старинам. И вот тот тезис о том, что йога так или иначе способствует укреплению здоровья, вот эти общие слова, продлению молодости, они в данном исследовании получили конкретное выражение, что конкретно меняется в организме. И действительно эти изменения оказались главным быстрыми. В отличие, например, от изменений биохимических, которые можно было бы наблюдать в отношении позы плуга от холасса, когда мы занимались печенью, там надо было долго отслеживать. Здесь изменения оказались очень быстрыми, что заборы крови в течение центровала 5 минут уже дали изменения достоверные, которые мы отобразили. Возможный механизм этих изменений фактически описывается тем, что уже, например, у Диде Кэба это никак не отражено. Это особый класс релекс, называемый моторно-висцеральный. Моторный это мышцы, висцерос внутренние органы. То есть мы, напрягая мышцы, получаем какие-то изменения во внутренних органах. Этим как раз занимались в отечественной физиологической школе, как раз в советской. Первая группа Магендовича, Который, собственно, ввел этот термин? Если вспомнить простую рефлекторную дугу, нейрон, чувствительный, вставочный и потом двигательный, который завершается какой-то мышцей, это еще сечина. В конце 19-го века расписывал. Потом это добавили сюда от мышц, где находятся свои рецепторы, растяжения, так называемые проприоцепторы. И рефлекторная дуга стала рефлекторным концом, иначе невозможно сделать точное движение. То оказалось, что эти проприоцепторы могут начинать и давать некоторые ответвления на внутренние органы, в том числе на желез внутренней секреции, что оказалось вообще крайне интересно, потому что в современной эндокринологии, науке о гормональной регуляции, особенно в клиническом ее приложении, нервный компонент гормональных влияний практически не изучается и не используется и вообще игнорируется. То, что каждая железа внутренней секреции на самом деле содержит двойную иннервацию со стороны медитативной нервной системы, ее симпатического и парасимпатического зрения, на самом деле дает прямые основания на то, чтобы использовать эти возможности для регуляции желез внутренней секреции, используя нервный потенциал, а не только через общеизвестную регуляцию со стороны тропных гормонов гипофиза, что является стандартной схемой как физиологического описания, так и его клинических приложений, когда недостаток того или иного гормона либо компенсируется, либо блокируется в случае избытка, и этим фактически исчерпывается ее лечение. То, что мы можем оказывается влиять на железы внутренней секреции прямо всего-навсего через вегетативную нервную систему, а когда мы прогибаем позвоночник, вот здесь очень хитро там надо его прогибать, там такое влияние как раз запускается через моторно-вистеральные рефлексы. Вот этот результат, который, скорее всего, эмпирически был найден в йоге, ведь они что делали, наши замечательные древние йоги? Они работали с телом. Единственный способ что-то оценить у них был, это только собственное ощущение и оценка долговременных результатов. И они многое видели. Видели, что если человек этим занимается, у него эти долговременные результаты дают эффекты, которые они действительно описывали, как, например, крепкое здоровье, высокая работоспособность, продление состояния молодости, возможно, и остановка возрастных изменений, так называемый таинственный алгоритм вечного тела, который йоги называли Кая-Калпа. Описывается как Кая-Ситхи в классических текстах, то есть способность к вечности. Но это мы уже выходим за пределы естественно-ушной парадигмы, хотя на самом деле, с точки зрения вот громональных регуляторов сама по себе, например, регуляция, тропная регуляция эндогринной функции, она вполне может подразумевать ее вечный механизм, потому что любое отклонение включает механизмы ее компенсации и сам по себе гониостаз, если бы из него не вынимать какой-то ключевой элемент, разрушая его тем или иным способом, он сам по себе вообще-то говоря не разрушается, поскольку это постоянное обновление. И вот это была практически первая ласточка о том, что йога дает вот такие возможные влияния, которые были вначале эмберически найдены йогами, а потом уже оценены как сейчас объективно однако сегодняшний фокус моих интересов научных лежит уже в исследовании водоустойчивости. Йога, разумеется, не была ограничена только а можно задать доходу устойчивость вопроса, потому что какая-то часть все-таки давайте вернемся обратно. У меня больше есть. Во-первых, вы заметили различие воздействия гученгасана у разных попов, потому что все-таки у нас маршрутка сдавливается, когда мы выполняем, а у женщин маршрутки нет, это еще один эффект. Нервничал, мужчин, должно быть воздействие гученгасана сильнее. Как и вы предполагали, хотелось посмотреть и у женщин. Что мы сделали изменения у женщин оказались... У нас же у нас, естественно, еще одна петля, у нас, естественно, оказалось то, что здесь как раз сдавливания не происходит. У женщин, да. Ни у женщин, ни у мужчин. То есть сама по себе опоза кобра, я еще раз вам повторяю, здесь еще на правильное исполнение. Потому что чем еще оказалось для практики юге, чтобы я очень интересовался практикой, оказалось фотофизиологическим исследованием. Они позволяли в значительной степени оказаться над тем, что называется в йоге феноменом гуру. Необходимость наставления наставления кобра, поскольку вот этих учителей. Всего того, что, во-первых, эти наставления оказываются весьма разноречивыми. При исполнении только сам козы кобры, при технике ее исполнения, здесь есть возможные варианты. Например, мы можем поднять голову, опираясь на телевидное доле всех описаний, в том числе индийских авторов, как раз подразумевая, что мы опираемся на руки. Делаем максимальный прогиб в поясничном отделе. Однако, само название козы, коза кобры, и в этом уже есть накопленный опыт ее физиологической интерпретации, говорит о том, что вот эти все названия никогда не были случайными. Это не восточные бильерволы, это именно в первую очередь дидактическая задача, которая решалась с помощью минимальных коммуникативных средств, укладывая в одно название максимум информации, а именно инструкцию к исполнению, причем полную инструкцию, и возможные эффекты. Вот в одно название козы кобры уложено, как ее делать, и что она должна давать. Как ее делать? Это означает, что руки у кобры отсутствуют. Значит, нет ни рук, ни ног. Никакой опоры на руки быть не должно. Весь подъем осуществляется только, хотя руки здесь лежат на полу, но опоры не происходят. В этом тоже своеобразная хитрость, поскольку если мы просто копируем человека, выполняющего ту или иную правильную практику, мы можем потом ее неправильно воспроизвести, только воспроизводя внешнюю форму. Если руки не используются, то прогиб идет только в грудном отделе. Почему это важно? Анатомически грудинно-поясничный отдел это вставочная часть как раз симпатической нервной системы. То есть ее центральное представительство и предстоитство в центральной нервной системе. Дальше на периферию расходятся чувствительные и двигательные звенья этих рефлексов симпатических. Для того, чтобы вам было более понятно, симпатическая нервная система это наша энергозатратная нервная регуляция. То есть вся наша работоспособность, активность, бодрствование, оно идет на симпатике. Наоборот, сон, восстановление, отдых это парасимпатическая нервная система. Задача козы кобры стать прыгким как кобра, потому что кобра прокипает на голову тогда, когда она атакует. Отсюда и эффекты от этой козы. Эта коза должна делать человека более активным, более даже вот агрессивным в чем-то. Еще первый для меня был существенный момент такого пересмотра представления о юге. Это, собственно, один из классических текстов по юге. Вы все его наверняка много раз перечитывали. Это Пхагавадгита. Только прочленное в таком немножко современном изложении. Вот если мы берем философские экскурсы в разные тонкости, дискурсы, а оставим только ее простую содержательную часть, например, для простого жителя Индии или там современного простого понимания, то Аджуна, главный герой этого, этой песни, перед битвой, в которой должен был принимать непосредственно участие буравых, пандалов, друг, понимая, что перед ним стоят его родственники и он должен их убивать. Ну и в соответствии с традициями того времени он впадает там в истерику и в общем движимый пацифистскими настроениями вот был готов к дезертирству. Его возничий на самом деле был переодет или скрытый по Кришна, который видит, что дело плохо и пытается его как-то вернуть в строй. Возвращает он его в строй, демонстрируя ему одну из своих обличий. Показывает ему, что на самом деле он не возничий, а сам есть Господь Бог Кришна. Он естественно проникается к нему почтением, просит у него первую рух-йоги. И первую рух-йоги, если вот убрать опять же, там много интересного, понятное дело, нам философам там достаточно много, но оставить только содержательную часть. Содержательную часть иди убивай. Такова дхарма, воина, ты должен пустить кишки, вот там и дядя, по поводу которого тут шелит слезы. То есть, йога получается, ну что не та, в котором мы сейчас зачастую ей приписываем цели, в основном преднесенные теми ныними религиозными конфессиональными интересами тех систем, которые использовали этот метод. В действительности, если называть так, как называл Шримар Патанжили, наука йоги, то это просто метод, метод быстрого развития, поднятия жизненного тонуса, который позволял человеку, помимо того, чтобы выполнять обязанности домохозяина, еще и работать над собой. В этом отношении йога просто метод, который настолько высокоэффективен, что он, естественно, используется в разных системах духовного развития, в том числе и в индуизме, понятное дело, и в буддизме, и в индийском, и в китайском, где угодно. И в этом отношении йоге как раз приходится искать там ту составляющую, которая там в значительной степени оказалась немножко вот этими и конфессиональными, и историческими наслоениями, и современными, поскольку сейчас много уже стало сообразным таким бизнесом, вот дезавуированным. Физиология оказалась тем базисом, который позволяет взять и увидеть, как ее надо исполнить. Вот, собственно, это и есть задача в этой позе, в частности. А когда мы берем какую-то практику, то в ней в первую очередь мы отталкиваемся не из описаний разных авторов, а только те классические тексты по йоге, которые до наших дней дошли, пусть и в переводах. Хотя мы пользовались и услугами санскритологов, которые для нас специально переводили некоторые сложные моменты. Вот, собственно, и все, что нам это помогал по некоторым вопросам непосредственно обращался с ней. Попробуйся, честно? Ну, еще хотелось то, что вопрос о наполнении. Вы знаете, я не думаю, что чисто эпирия двигала разработчиками эпирии в Индии, ну, или если эпирия, то надо еще использовать еще какой-то момент. Люди, конечно, наблюдали за сном, люди помнили сны, а как вам хорошо известно, во сне бывают очень тонкие показания на состояние организма, и они могли это интерпретировать и включать. Мы немножко затронем там все медитативные аспекты, поскольку меня просили как раз, чтобы я немного затронул физиологию медитации, но пока я просто, поскольку темы на самом деле необъятные все, все вопросы я пока с нами не занимался точно. Хотя это интересная тема. Да и все, давайте смотреть. Внимательное число, многих и... А также и медики знают, что, допустим, болезнь предвещается в снах, бывает за несколько месяцев за того, как ее обнаружат. Ну а почему обязательно болезнь? Может быть, наоборот, какое-то себе здоровое состояние предвещается и люди, которые были внимательны, они могли это использовать? Все возможно. Как говорил мой первый учитель по обычному мировоззрению это Сергей Дубличский Штормий специалист по истории степи, когда мы ему тоже рассказывали про Гумилева, все возможно, а возможно, что ничего не возможно. Тумо. Как раз вот здесь логическая история, с которой приходится каждый раз тоже сталкиваться. Вот здесь мы столкнулись просто практически с модельной ситуацией. Тумо, тибетская йога. одна из честей йога наруб и которая описывалась как йога внутреннего тепла. И действительно, она рассматривалась в качестве первой ступеньки гнирвания для того, чтобы достичь конечных целей, характерных для буддийского пути. и для этого они, в частности, должны были в обнаженном виде выдерживать достаточно мощные плодовые испытания. Чем она меня, как физиолога, крайне привлекла, потому что здесь у нас появляется самое широкое поле для именно объективных исследований. То есть, мы не можем объективно, например, оценить там радужное тело, там, светящееся тело, которое многократно описано в других йогах нарубах. А вот худоустойчивость, если она есть, она вполне подвергается объективному изучению. В первую очередь, если мы имеем тело, обязательно должны быть выполнены фундаментальные законы природы. То есть, в первую очередь, законы термодинамики. Здесь показаны изотерные то есть градиенты изменяемые температуры, изменяемые температуры в условиях холода и в условиях тепла, жары. В условиях холода постоянная температура остается только в так называемом ядре тела. И то явление, которое физиологи называют гамонио-термией, обычно это описывается как теплокровность, или постоянная температура тела. Оно в условиях холода остается только для ядра тела, то есть внутренней части булорища и головы, где поддерживается средневзвешенная температура 37 градусов. По мере перехода к периферии, особенно в конечности, температура может падать до, как видите, до 28 и ниже градусов. До 25. После этого боль очень невыносимая, и человек либо должен искать как согреться, либо вот-вот уже наступает дальше остывание ядра. Но если мы посмотрим на физиологию терморегуляции, она тоже, естественно, разработана достаточно давно, то в современной физиологической концепции основным органом, в котором производится тепло, берется самый тяжелый орган, то есть где больше всего клеток, в которых идут самые интенсивные энергетические процессы. В том числе где идет интенсивное объяснение, и в этом которого будет свободное рассеяние тепла. Это, конечно, мышцы. И в 20-х годах 20-го лета английский физиолог Ливен Хилл получает Нобелевскую премию за открытие теплопродукции в мышцах. Правда, это была мышца бегушки. То есть эпичного плоднокровного животного. На самом деле вот это противоречие остается актуальным до сих пор. То есть до сих пор все характеристики теплопродукции нам известны только в отношении мышц плоднокровных. С мышцами теплокровные проводы тяжелее, они могут быть выделены, продолжать сокращаться так же свободно. Поэтому там тяжелее изучать ее строгими термодинамическими методами. Немаля термодинамики есть фундаментальные законы термодинамики как раз, которые указывают нам, куда это тепло пойдет. Первый закон сохранения энергии как фундаментальное начало, начало термодинамики. А второе начало гласит, задает направление движения этого тепла. Оно будет идти от тепла полного то вполне естественно, хотя до сих пор не имеет строгого доказательства. Поэтому это аксиоматическое второе начало термодинамики. Вот прямо из этого рисунка видно, куда пойдет тепло из мышц. Основные мышцы находятся вовсе не в ядре, а как раз в оболочке тела. В хладнокровной оболочке, то есть с изменяемой температурой. Она называется ойкилотермом. И здесь все тепло, которое производится в мышцах, пойдет наружу. Для того, чтобы там был обмен с кровью, необходимо, чтобы кровь сюда поступала холодная, но она из ядративы будет поступать теплой. Вот это противоречие, для этого нужно было иметь физическое мышление, а не столько биологическое. Оно остается открытым и до сих пор. Я достаточно много докладывал на эту тему специализированных академических кругах. В общем-то, до сих пор не получил разумительного ответа, но вопрос, почему физиология терморегуляции и вот это второе начало практически попросту игнорируется. Это означает на самом деле, что источник тепла должен находиться только внутри тела, причем глубоко внутри. терморегуляции Собственно, первым, кто на это обратил внимание, был физик по начальному образованию, Карл Сегизмульдович Тринчер, который физиком начал твое образование как физик в Австрии, и когда она стала нацистской, переехал в Россию, где уже продолжил образование как врач. Вот он нашел ответ на вопрос, например, который до сих пор остается открытым, как мы дышим на морозе. Если взять объем тела и площадь его поверхности, то есть контакта с холодной средой, это где-то будет 2 квадратных метра. Но если мы развернем легкие, то они займут где-то 100-150 квадратных. Вот примерно весь этот наш, всю нашу аудиторию. Поскольку потери текла это функция площади, то при первом же вдолье на морозе минус 30, мы бы тут же замерзли бы. Собственно, то это происходит с любыми поликлотерными животными или хладнокровными. Они не могут находиться даже самое ограниченное время на морозе. Чтобы крокодил стал ручным, его надо всего лишь поместить в холодную воду. Можно открыть пальцы, засунуть ему туда голову, то, что и показывают иногда во всякого рода шоу в Таиланде или еще где-то. А просто вода холодная. Потому что сам по себе крокодил не может, как вот огромное животное, поддерживать постоянную температуру тела, его метаболизм резко снижается. Соответственно, сила, с которой он может замкнуть челюсть. Как только он отогреется, он тут же отойдет ту голову. Естественно. Но пока он холодный, но он так себя будет вести. Теплогромные животные и человек в том числе, наоборот, на холодный начинают активно себя вести. И первый же вдох не дает им таких последствий. это означает, что первым органом, где должна быть теплопродукция, причем весьма интенсивная, должны быть легкие. Вот исходя из этих общих физических соображений, Тринчер и построил практически вот эту схему. О том, что, во-первых, он нашел, что именно вызывает эту теплопродукцию. Это довольно неожиданное было, парадоксальное фактическое заключение о том, что запуском для этой теплопродукции является состояние пониженного содержания кислорода. Гипоксия. Потому что он впервые обнаружил ее как раз по кровопотере. Он воркнул термометр легкого экспериментального животного и по мере сливания брони у него это простейшая модель гипоксия. Обнаружил, что температура объектов начинает почему-то прогрессивно возрастать. Фактически второй исходный пункт его исследований был то, что было найдено еще французскими физиологами в конце 20 века. О том, что в малом группе коронавращения у нас теряются жиры. Они куда-то исчезают. То есть из того же сердца и справа сердца когда мы попадаем легкие здесь могут быть достаточно большое количество жиров. Визуально это оценивается по аппаристированию крови. Количественно там просто будет достаточно большое количество жиров. А на выходе из веры кровь уже не аппаристирует и часть жиров куда-то уходит. Собственно, первое начало термодинамики энергии и вещества не могут исчезать либо переходят в энергию либо куда-то должны куда-то исчезнуть. Только вот он и предположил соединить эти эти два соображения как пазлы. А именно если в легкие должна быть теплопродукция, то самым напрашивающимся субстратом этой теплопродукции будут жиры крови. Как это происходит это уже был второй вопрос которым он, по-моему, заниматься начал ни много ни мало уже в тюрьме. Поскольку естественно наше бдительное правительство все, кто приехал из нацистской Германии в последний случай отправил в Булаг ну, собственно на Северном Урале он до 49-го года в 10 лет отсидел и выжил. Выжил как раз благодаря тому, что уже работал немножко с теплопродукцией. Потому что он стал наблюдать как выживают местные жители. поскольку общение заключенных и местных жителей было достаточно открытым. Он заметил, что перед тем, когда вы ходили на улицу они обязательно зачерпывали борсучий или медвежий жир буквально и потом только выходили на улицу. И это позволяло им лучше себя чувствовать и меньше болеть. поскольку у питания заключенных было, понятное дело не очень насыщенным насыщенным жирами то, естественно заключенные довольно быстро умирали но Тринчер добился того, что у него там относительно вольные были перемещения он как раз использовал это для поддержания собственного здоровья способности и продолжал даже там он работал врачом и когда партия поставила перед руководством ГУЛАГа задачу снизить смертность лагеря то он принял участие в этой конференции пойдите простите Ели 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 именно Ели то есть правил отложить точнее жир они должны отстраивать Ели и попасть в легкие через кровоту Среди всех предложений предложение Тринчера оказалось самым дешевым и эффективным он просто сказал что яму, через всех нужно только 20 грамм жира на человека за каждый прием пищи я потом долго пытался выяснить половиков и отсюда ли происходит норма 20 грамм в армейском пайке но они так и не сказали чего разумительного потому что Тринчера отстранили от этого естественно предложения Сталинскую премию получил уже на другой а Тринчер он до 49 года так и продолжал от 20 до 20 грамм там пребывать потом он вернулся в Москву не знаю как ему это удалось кто ему там помог ну он прямо впадает в один из самых закрытых институтов того времени работающий на атомный проект институт геофизики и продолжает эту работу вот результатом этой работы была монограджия Тринчера теплообразовательная функция изданная в 1960 году в академии науки СССР это была незащищенная докторская диссертация Тринчера незащищенная потому что ему не удалось убедить своих компонентов в реальности его внутрилёвочного отнесления жиров конечно там было много вопросов эти вопросы остаются открытыми и до сих пор но мы уже подходили к изучению этого вопроса опираясь на вот эти работы потому что для нас стало ясно что происходит действительно с феноменом трудоустойчивости которые вполне возможно использовали для жителей Тибета когда широко применяли вот эту тибетскую практику именно для выживания известная известный сюжет с миларемой которую написывают свои песни как раз чётко демонстрируют прикладные возможности тумо потому что его пришли откапывать из пещеры засыпанный снегом предполагая чтобы его похоронить а он нам оказывается жив и дают ссылку что ему помогло именно тумо несмотря на то что всякий раз разговоры с верующими буддистами для нас завершались рефреном что конечно же тумо не является там вот практикой выработки тепла согревания мороз у него там другие задачи но по крайней мере вот эти цели вполне можно было изучать чем мы и занимались достаточно долгое время и когда нам удалось найти вот такую формулу изучения вот этих феноменов причём к сожалению не с помощью государства а найдя просто заинтересованных людей в частности в киностудии исторического фильма «Фараон» в лицею директора Елена Владимировна Архитлова присутствует здесь тоже Её вопрос заинтересовал потому что у него с собой постоянные были проблемы с лёгкими и если оно было интересно мы нашли такую возможность кооперации замечательной а именно снимается фильм и проводится научная работа которая фактически фиксируется на виде видеофильмов самый первый видеофильм был зафиксирован когда мы проверяли действия вот этого фактически переоткрытого нами алгоритма включения теплопродукции когда с помощью интенсивной гипоксической рабочей гипоксии через напряжение выше живота поскольку именно это и описывала одна из немногих свидетельниц этой практики это французская путешественница Александра лидер которая просто писала что они сидели у ручьев ледяных темной ночью и высушивали на себе мокрые простыни но в этом делали взбалтывающие движения животом эти взбалтывающие движения животом в тюне называются агнисара хрути или дияны барха на выбор естественно мы выбрали дауле хотя работают и более простые движения просто болтать животом так называемая агнисара хрути хотя уже в йоговском названии это агнисара хрути даже не относится к тибетской практике это составная часть йоги присутствует савстрийское слово агния огонь то есть пробуждение как они часто переводят желудочного огня но это издержка перевода поскольку само тепло здесь она присутствует вот такая техника позволяла испытывать ее в достаточно экстремальных условиях в частности вот здесь продемонстрировано получасовое сидение под ледяным водопадом на высоте 3000 метров в Гималайе вот так я как раз там и сижу и мы после этого забирали кровь там же ее откручивали там же в Индии в Гринском университете отправляли ее на анализы поскольку в Индии вообще все дешево наука тоже оказалась дешевле чем в России чтобы подобраться да давайте все остальное замечать тут было найдено вот на этой схеме показаны липиды крови жиры крови основные формы транспортные жиров крови это хилонегрены это те которые всасываются сразу же они на липинограмме описываются как содержание или лицелинов поскольку в основном из них и состоят это только всасываются непосредственно из кишечника дальше пройдя через печень они могут преобразовываться в другие жиробелковые комплексы поскольку жиры могут транспортироваться по крови только будучи запакованными в белковую оболочку которая может взаимодействовать и не растекаться по жидкости это милопоперина в очень низкой плотности где уже достаточно много жировой части но мало белковой и дальше по мере прогрессивного уменьшения низкой плотности и высокой плотности белковая часть возрастает белый белый участок в современной кардиологии считается что липоперина высокой плотности забирают жиры из тканей а липоперина низкой плотности наоборот отдалют и очень низкой плотности феномикронные не участвуют в этом процессе они просто некоторое время цикулируют пока печень их не упакует более плотные жиры белковой комплекс называемые липоперином так вот для кардиологии и технической кардиологии оказалось важно что липоперина высокой плотности обладает антиатерогенным эффектом а липоперина низкой плотности как раз атерогенным эффектом в популярных изложениях это обычно называется хороший плохой холестерин часто ставим простых людей думая где же хороший где плохой на самом деле все происходит у нас внутри так вот что оказалось опять же сравнение заборов крови до и после вот этих водовых испытаний не только в ледяных водопадах но и на горных перевалах туда мы забирались до высоты 3600 метров и выше на 4-х брусси в чем там очень сильные литра конечно эти исследования можно было проводить более контролируемые условия то есть обычные термопартонки для этого но у нас пока таких возможностей нету а для кино это просто сказка обнаженный человек сидящий на горле но тем не менее эти результаты мы получаем и отдали изменение такого плана а именно либо протеины высокой плотности возрастают либо протеины низкой плотности падают с учетом того что некоторые здесь присутствующие в частности Андрей Фёлович непосредственно участвовали в этих экспериментах я не получал я не поленился а вы не поинтересовали я потом скажу что у меня для чего-то рибопротеидов высокой плотности в этих антиаперогенных больше примерно на 3 чем вообще будет усмотрено физиологически то есть это ненормально я лично потому что это личная информация а вот в общем я нету это это отдельный замок но общий вывод который мы наблюдали и он уже отдал на публикацию в противную литературу это то что скорость вот этих антиаперогенных изменений при сочетании высот эгипоксии потому что этим кстати объясняется почему йоги так стремились здесь в разном роде командировки горы в диаграфе почему йоги так обязательно упоминается и там получить какие-то наставления на самом деле не только наставления в этих горах оказывается очень быстро в условиях высотной гипоксии происходит обучение то что требует очень долгих усилий на равнине то есть по полгода у нас люди все равно выходили на уровень достаточно высокой водоустойчивости но в горах это происходит очень быстро потому что там высотная гипоксия и не только изменения в египетном профиле легкие в которых как раз и происходит теплопродукция и они обладают таким образом получают защитный слой теплых газов которые несутся навстречу холоду это позволяет как раз противостоять тому что называется простудой простым русским словом который означает остывание организма с него начинается практически вся инфекционная патология поскольку ведет к снижению иммунитета так вот противостояние простуде это всего-навсего достаточная теплопродукция причем эффективность именно высотной гипоксии для включения этой теплопродукции подтверждалась известными горными санаториями основное предназначение которых было как раз последняя надежда для чахоточной больных поскольку гиперкулезная палочка почему-то иногда не всегда исчезала при пребывании человека на высоте Среднегорья и вот туда естественно устрелились достаточно богатые чахоточные больные которые практически нередко там выздоравливали кстати эти горные санатории работают до сих пор не имея никакого разумительного объяснения со стороны в первую очередь инфекционного характера оказались весьма быстро устранимы с помощью вот этих кладовых испытаний на фоне адаптированной практики Тунина как раз то слово что многие с вами работают сейчас на этом воодушевление работает с нами до сих пор поскольку действительно ей уже эту тягость практически станет уже пока не станет второй вывод тоже вытекал непосредственно из субъективных ощущений а именно то что это субъектив нирвана нирвана тоже термит который можно описывать самыми разными философскими категориями но тем не менее она должна быть составной частью в практике человека а значит не может быть вне его ощущений эти ощущения всегда характеризовались как блаженство блаженство для того чтобы его как-то активизировать мы пока имеем возможность только оценить по количеству гормона стресса кортизола что если у человека не находится в состоянии блаженства или в состоянии противоположного блаженства то есть в стрессе у него кортизол растет а если он радуется жизни у него кортизол падает вот субъективное состояние блаженство это эйфория собственно вот Андрей Всеволодович там просто пел сейчас и так далее и мы все же посмотрели 5 дней до этого ничего а где с вами поговорим у вас не сущий не камень вот главное это уже не только Андрей Всеволодович мы тоже находились в состоянии и посмотрели у меня результативность естественно по протезолу я не буду вдаваться в математическое моделирование здесь просто поясню что суточное снижение кортизола идет вот примерно в таком в такой полосе то есть максимальная скорость и минимальная скорость начального и конечного уровня это то что получается если мы аккортизолируем результаты изменения кортизола во времени при практике думы то есть человек значительно ускоряет снижение собственного кортизола то есть фактически эта практика может рассматриваться как в ряду вот тех антистрессовых воздействий которые делают человека устойчивым внешним влиянием потому что изначальный смысл практики йоги изложен как раз в том что йог он освобожден от внешнего мира но не в том смысле что он взлетел над ним а его тело становится неу неуязвимым для холода жары и так далее и так далее вот такое из таких объективных проявлений этого воздействия и благодарность я выражаю конечно на и его поскольку ее проект в поисках утраченных знаний как раз направлен на поддержку отечественной науке позволил осуществить последнее наше исследование посвященное тибетское тибетское другое реальность вполне зримое и в заключение несколько слов о возможных эффектах того что мы можем назвать медитативными механизмами что там имелось ввиду вот здесь очень важно когда здесь мы выходим за пределы наших моих личных исследований и выходим в область трактовок но эти трактовки тем не менее как и в любой области должны быть с точки зрения естественника должны строиться на известном вам в принципе Уильяма Аккама который является базовым вообще больше всего есть и сквознание в философском выражении вы просто знаете не надо увеличивать сущности без необходимости ну а в более простом изложении он обычно именуется как бритва Аккама то есть если для какого-то явления есть простое объяснение оно правильное так вот если мы берем восьмиступенчатую йогу знаменитую аштанга йогу Шримад Пратанджеле и возьмем ее и сложим применением принципа Аккама ну прямо бритвы срежем все вот эти интерпретации оставим только стуль вот так мы с праговом это сделали хоть может быть это не совсем будет корректно но зато точно по крайней мере за это мы можем отвечать как в свое время сделал Иван Михайлович встречи с психологией он сказал а что мы можем оставить психологии как науки в чем мы будем быть уверенными а уверенными только физиологии то есть рефлекторных природ а значит все остальное это белое пятно он даже не знал ничего еще и про юнговские фантазии прочие всякие соображения он просто сказал мы не знаем этого это белое пятно а то что мы знаем это только рефлексия и вот его знаменитая книга рефлексия головного мозга перевернувшая тогда читательскую аудиторию конца 19-го века потом завершившаяся в известной работе «Кармоль как разрабатывает психология» где он четко сформулировал что настоящим психологом-аналитиком может быть только физиологом так вот аштанга йога она как известно вам состоит из восьми разделов яма представляет собой моральные заповеди характерные для любви ограничения не уби не укради ни яма гигиенические предписания разного свойства асана прямое устойчивое положение тела пранаяма разного рода задержки дыхания или дыхательные упражнения или пункты разных видов протеохара от лечения чувств от этих объектов тхарана обычный перевод с этими концентрация внимания хия его люди переводить с новым латинским терпином медитация и наконец саматхин обозначим пока как позаимы вот вот возьмем простого вовочку из анекдотов который идет в школу по дороге никого не убил не ограбил насекомого не раздавил за кошками не гонялся вот наркотики не распространял яму он выполнил по крайней мере в этот день в этот раз он пришел с белой рубашки в белой подъедке шею помыли зубы почистил не яму выполнил вы еще помните в школу когда вас сажали за знаменитые парты эсманов в которых фактически вас загоняли в ассан еще и защелкивали в конце очень кстати большое упущение современной школы то что мы сидим за партами вообще не предназначенными для обучения там должно быть именно то что было сделано великим вегенистом эсманов и вот этот вовочка сидит и решает задач там по геометрии сопит носом как обычно вдруг перестал сопеть о чем это говорит нам вовочка остановил дыхание поскольку для того чтобы обеспечить наилучший мозговой кровоток ему надо накопить в организме углекислый газ этот углекислый газ накопится если он остановит дыхание перестанет его выкидывать вымывать из организма дыхание поскольку при каждом выдохе у нас вылетает почти в сто раз больше углекислого газа чем он входит по цифру вовочка 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 не слышит его ум следует внутренней природе диаметрической задачи он уже в харане он в концентрации внимания харан определенное во времени дает хияну он уже на в одном шаге от озарения от решения задачи коей не является сама вот если мы просто применим бритву аккама восьмиступенчатой йоги мы получаем то вовочка в течении сорока пяти минут решая геометрическую задачу на математической олимпиаде куда он случайно попал и решит эту задачу правильно прошел все восемь ступеней йоги то что вовочка осваивает огромный объем материала мы прекрасно знаем попробуйте сейчас освоить такой же объем уже будучи взрослыми состоящимися образованными людьми но конечно это очень сложно хотя вот и сутки там действительно происходит что Латанджире всего-навсего описал в этой восьмиступенчатой йоги стандартную схему любого образовательного процесса который мы обнаруживаем не только в древности но и сейчас понять это можно только если мы не отрываемся от материальной стороны нашего бытия а сохраняя четкие знания об тех законах которые подчиняется наше физическое тело независимо от того знаем или не знаем об этих законах что-либо возлюбительное мы все равно им подчиняемся поэтому лучше и знать и тогда на самом деле мы значительно лучше сможем понять то что обычно приписываем духовной стороне бытия бытия вот на чем я хотел бы объяснить все это иногда теперь вот вопрос спасибо 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 спасибо